В этом видео мы поговорим с вами, как похудеть. Вы на канале с холистическим психологом. Здесь о самом главном, о вашем психическом и ментальном здоровье. Очень многие худеют. И, соответственно, я не хочу вас предостерегать от этого момента. Но у меня есть для вас новости, хорошие новости. Худеть нужно правильно. Что это значит? Это значит, когда человек худеет, его клетки не должны находиться в голоде именно, я бы сказала, клеточном. То есть, если у человека есть сильные дефицитарные состояния, этот человек садится на диету. Какую-нибудь фруктозную, салатиковую. Какую-то, которая создает очень-очень большие дефицитарные состояния, этот человек просто сыпется. И сначала сыпется мозг, потом другие органы. Потому что детекс очень важен. В смысле, я сказала, мозг сыпется. Мозг не сыпется, но он затрачивает огромное количество энергии. И если ресурсов нет, то, соответственно, и состояние не очень у этого человека. Как похудеть навсегда? Не нужно выбирать какие-то диеты. Очень важно сосредоточиться на том, что... Что я проглатываю, то мной и становится. Прокладываю я белок, он пойдет на детекс. Проглатываю я овощи. Они идут на здоровье и утилизацию клеточного мусора. Проглатываю я капучино. Эйфория и ноль по массе. Соответственно, вот если такая история с вами происходит, очень важно для себя понять, что для вас похудение, почему вы хотите этим заниматься. Во многих случаях, когда у человека даже сниженная кислотность, плохо работает желчный, накапливаются токсины, и из-за этого человек начинает опухать, отекать, и происходят разные процессы негативные. Но это все временно. И во многих случаях очень важно обратить свое внимание на то, как вы себя чувствуете, и что происходит в моменты того стресса, который вы испытываете. Если вы хотите похудеть, то это без вопросов. Главное, каким способом и для чего вы это делаете. Напишите под видео, я с радостью отвечу. И напоминаю, худеть от слова худенький, а быть здоровым от слова быть здоровеньким. И я вам желаю, чтобы ваши все системы были здоровы, и вы могли наслаждаться этой жизнью. Потому что без железа, без белка, без витамина D, который частично усваивается, все равно человек не настолько счастлив, насколько занят своим похудением.